2019 год будет наполнен для Красноярского края большим количеством знаковых событий. Ведь именно через три года Енисейску будет 400 лет. Этот город является историческим поселением федерального значения. И в честь юбилея там будет проведена масштабная реконструкция. Несмотря на то, что работы идут полным ходом, есть факторы тормозящие процесс. Иногда возникают вопросы согласованности действий между разными ведомствами. К примеру, когда нужно проложить современные коммуникации и при этом сохранить неповторимый дух старинного города. Мы сегодня видим с вами очень любопытные события. Ну, например, опережая принятие, скажем, проекта планировки центральной части города, у нас наши коллеги жилищно-коммунального хозяйства в прежнем составе разрабатывают проект ливневой канализации. При этом наши уважаемые коллеги из управления капитального строительства края разрабатывают проекты реставрации отдельных объектов культурного наследия в центральной части Енисейска. Когда мы сопоставляем два документа, они между собой совершенно не бьют. Не менее важный вопрос, каким все же будет обновленный Енисейск, пока существующий поток туристов невелик. Чтобы изменить ситуацию, нужно не только сделать город привлекательным внешне, но и построить гостиницы, транспортные узлы, привести в порядок дороги. Что есть наш город? Если это город-памятник, музей, это один вопрос. Если это город, в том числе, межхозяйственный центр, как трактует его проект планировки при Ангаре. Или город просто город для жизни, да? Там вот пусть будет немного населения, но абсолютно благоустроенный, чистый, красивый, с отреставрированными памятниками и приезжающими пионерами-школьниками с территории края. Или это международный центр туризма. То есть вот эта стратегия, мы должны понимать, не только встретить юбилей в красивом таком состоянии, но как жить дальше. В Енисейске 95 объектов культурного наследия. Одни из них имеют статус памятников регионального значения, другие – федерального. Юбилейная реконструкция позволит спасти часть этого исторического наследия. В дальнейшем планируется расширить список зданий, на которых проведут восстановительные работы. В данный момент, к сожалению, уже, наверное, повторюсь, город находится, город-памятник на 60% находится в руинированном состоянии. Работа идет пока, я маленько поправлю, Татьяну Павловну было озвучено, что по 18 объектам, работа идет по 22 объектам. Сейчас один дом уже восстановлен, еще три в скором времени будут готовы к сдаче. В отдельном квартале к юбилею собираются обновить не только здания, но и дороги, тротуары и дворы. Сергей Сеславин, Алексей Гусев. Новости. Новости. Продолжение следует...